Ключевое слово дискриминат. Это слово вы, я надеюсь, слышите где-то примерно класса 6-го. Значит, что это такое? Слово дискриминат возникает обычно в контексте напряжения квадратного уровня. Вот у нас есть какое-то квадратное уравнение, квадрат плюс 1, Ключевое слово дискриминат. Это у вас такое выражение, которое что-то означает. Вы помните, как оно пишется? Да. Вот вы скажите. Дискриминат это b2a минус 4c. Как? b2a минус 4c. b2a минус 4c. b2a минус 4c. В нашем случае... Ци никакого нет. Минус 4c. Да, вот. Ну, я не знаю, может быть у вас будет на порядке. В общем, вот такое выражение. Оно означает, что вот на него надо сразу посмотреть, и значит по нему определяется, сколько у этого уровня можно ожидать короля. Если он там что-то такое, то, значит, корней два, если он что-то такое, то их не одного, а если он в сточке стирального блюда, то корень один, но он слившись. Вот. Ну, давайте, значит, привыкать, что вот надо рассматривать все множество таких мегачленов сразу. Вот. Множество всех мегачленов, оно параметризуется точками 2b. Вот мы рассматриваем, давайте, я это уже здесь на себе рисовал, он вы рассматривает такую плоскость с координатами а и а. И каждая у него точка, какая-то там, а, равно 3, ну, когда b, равно 2b. Это сразу означает, что вы посмотрите, как уравнение этих стадов, ну, скажем, 3x плюс 2b, или как это еще. Каждая точка этой плоскости соответствует какому-то такому равному. Тогда вот это уравнение, оно задает какое-то множество на эту плоскость. Это множество всех таких точек, плоскостей, в которых это множество равномерно. Ну, легко понять, что это за множество, там, что может быть, через а, 2 равно, 1, 4 и квадрат. Это будет такая равномерная квадрата. И вот, значит, получается, что все точки, которые лежат с одной стороны от этой параболы, будут соответствовать благочтену, у которых два корня, а с которых другой стороны, ну, даже можно понять, что с какой. Вот, допустим, что у нас b равно а не работает. Это что значит? b равно будет, а не работает. Ну, конечно, в такой благочтене есть один корень, и даже не один, а целых два. Во-первых, корень x равно 2, корень минус а. Это значит, что вот вся эта линь, эта корня, две точки, она лежит в множестве таких многочтенков, всех точек определенных, таких многочтенков, у которых два. Ну, а здесь, соответственно, в этой зоне, у нас будут такие многочтенки, у которых нет корня. Ну, действительно, возьмем какую-нибудь точку. На этой линь, значит, у него как а равно улю, b равно, допустим, чему-то, какому-то положительному числу. Ну, получается, x квадрат, просто положительное число равно улю, ну, очевидно, что корней минус. И вот улюбился точек. Эти зоны тоже получают, что соответствующие методы. Многочтена корней не имеют. Ну, а точки, которые лежат на этой линь, они соответствуют верящему, у которых один с ней в шесть. Причем, зависит от того, где они лежат. Точка, ну, это будут разные многочтена. Ну, собственно, с квадратным уравнением мы разобрались, и оно уже не очень как-то интересно. Ну, я думаю, что все вы с квадратным уравнением все умеете делать. Надо двигаться дальше. Значит, кроме квадратных уравнений, бывают другие уравнения. Они действительно встречаются, там, математики их постоянно изучают. Ну, следующее по сложности уравнение, это, конечно, кубические. Выпишем кубическое уравнение, которое тоже обстоятельно. Конечно, я хочу там задать его координат. Всевозможные кубические уравнения. Всевозможные кубические уравнения от такого нет. Его коэффициенты продвигают теперь уже трехмерное пространство. Нам надо будет рисовать какое-то координатное пространство с координатами А, 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 А. И опять каждая точка этого пространства, в каждой цепи их координат, и она соответствует какому-то многочлену. Есть ли какая-то там? Ну, понятно. У каждой точки есть какие-то координаты, координаты подставляют большие коэффициенты, получаем какой-то многочлен, который потом радостно решаем, там, смотрим на него сколько координат и так далее. И опять-таки мы знаем, значит, как будет многочлен и третий стиль. Знаете, какой многочлен и третий стиль? И сколько у них может быть координат? Сколько? Два? Три. А не три может быть? Сколько? Один может быть. А два может быть? Вот. Значит, бывает так? Больше трех быть не может. Это извините. Это известно. Можете сказать какое-нибудь пищевое слово, из которого следует, чтобы больше трех корней не может? Не более трех. Не более трех. Да. Да. Без ухлотен. Да. Значит, больше трех, конечно, не может. Бывают ситуации, значит, ну, график это... Этому... График в таком многочленном, он какой может быть? Он может быть монотонной функцией. Вот примерно такой. А может он быть... Да. Ну, значит, что такое корень? Корень, это мы должны нарисовать график этого многочленного. И вот те места, где график многочленный пересекается с осью х, где их оправдывает, ну, вот это получается, значит, эти точки соответствуют корень. Значит, корень, конечно, по крайней мере, один должен быть. А почему хоть один должен быть корень? Ну, потому что он через орех проходит. Что? А почему через орех проходит? Вот когда происходит квадратное, то... Тогда почему через орех проходит? Тогда через тот день обязательно будет. Если у меня нет, то с количеством становится... Правильно. Правильно. Когда у нас х очень маленький, то всё определяется этим членом, который тоже очень маленький, гораздо меньше, чем всё, что это. Значит, там значение отрицет. Когда им слышно большое положение, то оно... То значение очень большое. А промежуточные значения все должны приниматься. Это вы доказывать не умеете, это вы ещё не знаете. Значит, ну, там говорятся какие-то слова, что эта функция непрерывная, поэтому все промежуточные значения обязательно принимаются. А значит, если есть один центр для значения, вот в этой точке, положительный этап, ну, промежуточное значение 0, хоть в одной точке принимают. Может случиться такая ситуация. Ну, а бывает ещё другая ситуация. Бывает... Вот так. Бывают три корня. А два корня, эта ситуация выработанная, но может быть вот такая. Значит, это один корень. Хороший, простой, а второй корень двойной. Вот. Ну, самое главное, что, в общем, значит, таких у многочленов общего положения, у типичных многочленов, которые так устойчивым образом себя ведут, бывают две ситуации. Либо это один корень, потому что если у многочлена равно один корень, то если мы его немножко поширеним, возьмём какой-то коэффициент, и мы его многочлен с близким коэффициентом, у него тоже останется только один корень. Ну, или в такой ситуации, если у него три корня вот таких вот простых, то мы немножко поширеним, всегда у всех близких многочленов будет опять три корня. Значит, получается так, что в этом трёхмерном пространстве, как бы вот в этом случае, у нас была кривая, которая разделяла на две части, и многочлены из одной части, и два, и из другой, и одного корня, так и другое, должна возникать какая-то поверхность. Теперь это уже поверхность. Это что-то, что разделяет пространство на две части. По одну сторону от этой поверхности у нас будут многочлены, у которых три корня, по другую, у которых один корень. А на самой поверхности, ну, там будет слившийся корень. Вот такая ситуация. Конечно, так же, как я здесь рисовал эту кривую, надо бы нарисовать эту поверхность. Честно говоря, я умею рисовать эту поверхность, но я сейчас это делать не буду. Вот. Потому что я сразу скажу, вот, что в данном случае это делать не конкретно. А правильный способ – это для начала избавиться от этого членов. То есть будем рассматривать только публические многочлены, вот как был приведённого вея. Используем плюс Ах, плюс равномерно. Вот только такие. Почему это можно сделать? Ну, можно сказать, что вот этот член, он неинтересный. Он неинтересный, потому что мы от него всегда можем избавиться и двигаем только координаты Х. Если мы берём какой-то координаты Х, берём какой-то координаты Х, берём такой координаты Н, то заменяем его на где-то х минус какое-нибудь там Т, где Т какое-то число. Мы получаем какое многочленное? Мы получаем многочленный график, который двигается на Т в положительном направлении, но от этого, собственно, качественное поведение графики осталось тем же самым. Потому что если у него было три корня, то три корня и осталось, сколько они здесь ехали в какую-то структуру. Вот. Таким образом, вот всё пространство, всё это трёхметрное пространство, кубички многочленов, оно, как говорят, расслаивается на какие-то прямые. Значит, мы берём какую-то точку, F, и берём все многочлены, которые получаются из неё такой замены. Выбираем разные другие Т, и в зависимости от того, какой получился Т, мы получаем другую функцию, у которой график осталось точно так же. Все такие новые многочлены, ну, они пробегают кривую, они запоминтиризованы этим самым значением F, насколько мы видим. Значается такая кривая в этом трёхметрном пространстве. И, ну, легко понять, что все эти, как каждая из этих прямых, она пересекает вот эту плоскость ровно в одной точке. Существует одно и только одно число Т, значит, для любого ауста существует одно и только одно число Т, которое мы сюда должны подставить, чтобы попасть вот в эту плоскость. Это означает, что вот мы проводим через X такую кривую, кривая ровно в одной точке, пересекает плоскость диазма равно 0, плоскость с координатами А и В. Ну, я даже могу сказать, чему равно это значение Т, а чему оно равно. Вот какое Т надо подставить? Вот F вот сюда, чтобы получить, чтобы убить вот этот член А. Вот нам надо какой-то такой многочлен. Да? Значит, мы должны придумать такое число Т, чтобы F от X-T был каким-то таким же многочленом А. X-T плюс какие-то новые коэффициенты, это, конечно, вся коэффициент от этого зависит, но вот этот коэффициент должен исчерпнуть. Какой термин должен подставить? Что? Равна? X-T Нет. А? Минус А. Минус А на 1. А, тут получается, ну, давайте, смотри. А, вот это и здесь. Значит, ну, смотри. Давайте просто подставим вот так, а вот второе подставим. Вот я на подставку, значит, вместо X, в чем-то подставим X-T. Что у нас получится? X-T Минус А X-T квадратный плюс А X-T квадратный плюс А V, в общем, меняется, ну, и с ним что-то потом произойдет. Значит, это получается в какой-то недостаточности. У которого теперь будет коэффициент? Старший коэффициент какой-то, такой остался. А второй коэффициент какой? При X квадрате. Вот при X квадрате у вас было разложение X? Да. Значит, X-T диагноз это равно X-кульпе А, ну, давайте тогда минус 3T X квадратный плюс 3T квадратный минус T минус T Понятно? Правда ли? Значит, ну, вот тут и подставляем. При X квадрате что у нас получается? А, ну, да. Давайте я уже тогда честно так все запишу. Вот прямо в честно, если это надо так все распишем, давайте я все честно распишу, растяну. X квадратный минус 3T 3T X квадратный плюс 3T квадратный плюс минус F Это иначе. Плюс А на X квадратный минус 2T X плюс T квадратный плюс А ну, тут все тоже, тут минус T плюс B и получается. Значит, собираем члены в разные степени. При X квадратный у нас вот только это и осталось. Значит, что у нас при X квадратном X квадратном X квадратном X квадратном и у нас вот это Афа отсюда и минус 3T отсюда минус 3T вот отсюда ну, а потом что-то получается при членах первой или любой степени но главное что-то при члене второй степени у нас получилось Афа минус 3T а у нас сейчас в качестве такого T чтобы убить этот член нам надо выбрать одну третья вот это такое ну не знаю вот стандартный способ в общем все эти слова были для того чтобы избавиться от этого члена и сказать, что он нам неинтересен значит, все просто расставились на такие прямые которые сводят все к изучению вот только этой плоскости давайте посмотрим на эту плоскость про эту плоскость с координатами А ну а теперь это уже коэффициенты вот этого логошья на этой плоскости мы должны нарисовать множество таких логошьян у которых кто? у которых есть красный поле ну либо бывает другая вот так вот в любом случае значит на этой дискриминатной поверхности которая все разделяет эта поверхность ну в данном случае не поверхность а кривая она состоит из тех логошьян у которых есть кратный поле ну хорошо давайте вычтем что значит что у многошьяна есть кратный поле плюс x плюс b имеет кратный поле это некоторые условия на и b давайте вычислим эту условию можно переписать это так вот если у нас есть кратный точек то в этой точке производной нашего многочлена равно 0 у вас было слово производной не проходило не проходило ну хорошо значит тогда сейчас скажем значит производная это такая вот у нас есть функция у нее в каждой точке незначение а производная это то производная в этой точке это то что показывает эта функция в этой точке растет и убывает значит вот мы берем эту точку проводим к этому графику касательную в этой точке и берем дангл этого этого угла вот вот берем вот этот угол его берем вот так ну понятно что если функция в этой точке возрастает то дангл будет в углу положительный вот так вот вверх и дангл будет положительный а вот в этой точке угол значит касательная идет вниз дангл отрицательный дангл отрицательный производная отрицательная а вот в таких точках в которых у нас например точка максимума там касательная горизонталь и угол этот самый он просто не будет это касательная равна ну значит вот в таких точках производная равна ну вот ну и соответственно конечно если у нас тоже вот такая если у нас sow N то в этом месте у нас тоже , конечно будет pleasant у нас будет касательная такая значит касательная графика будет Горизонтальная производная равна ну вот вот а это слово Производное, оно, понятно, там, со одной стороны, потому что у него есть такой очень хороший геогенетический смысл, а во-вторых, его очень легко считать. Если у нас многочлен вот такого вида, то его производное считается таким, значит, многочленным, давайте добавим вот так же F, а производное F, она считается таким образом. Ну, есть какой-то, есть некоторый набор способов, как у многочлена считать его производную, значит, в этом случае она будет привлекать, вот эта производная, она, таким же, не что она значит, она задается таким образом. 3x квадрат, вот этот фон, когда спустите, знак уменьшительной единицы, плюс A, и все. Производное этого многочлена, это вот такая функция, это многочлен второй степени. Не всегда, он многочлен такой, наверное, степени, и вот для производного многочлена N у нас первая степень. А B? А B? Потому что B это константная. Потому что B это константная. Вот представьте себе, что у вас вся функция была бы константной. Тогда у него в чуду производная нулевая. У него в чуду касательная нулевая. Значит, ну тут можно было бы было. Давайте A B остаться на B. Я сразу же напишу здесь номер, который остался A B. Если у функции есть кратный полик, это в точности означает, что есть такая точка, в которой вот этот самый полик, в которой и сама функция обращается в полик, и ее производная обращается в полик. То есть вот такая система, состоящая из этого равенства и вот этого равенства, такая система разрешит. Найдется такой. Найдется такой X. Значит, наши A и B таковы, что найдется такой X, чтобы разрешила такая система. Вот. Ну давайте смотреть, что это будет за условием. Как, как исследовать, вот здесь у нас категория коэффициента. Как узнать, взять эти коэффициенты, будет ли у него кратный полик, разрешим ли эта система. Знаете такой способ? Знаете такой способ? Оль, не знаете такой способ? Я думаю, чтобы сначала X из второго... Ну, X... X из второго, да, и что? Нет, это получается пункт. Вот. Значит, тут можно поступать очень разными способами. Давайте я вот на этом случае вам рассматриваю несколько разных способов. Значит, самый такой канонический способ называется алгоритм Евгнида. Знаете алгоритм Евгнида для... Как это называется? Для свойств, значит, делимости. Знаете? Вот вам данный фангуральное число n и r. И вы хотите узнать, верно ли, что они оба делятся, например, на какое-то число a. Ну, конечно, можно проверить сразу, что подставить одно на другое. А можно сделать так, можно одно на другое поделить составом. Ну, ладно, про число, ладно? Значит, давайте сразу по многочисленному что-то. Вот у вас есть два многочленного. Например, такой и такой. И мы хотим узнать. Найдется ли такая точка x, в которую оба этих многочленов обращаются? Попробуем сделать так. Представим, у одного из этих многочленов степень больше. Этот третий степень, этот второй степень. Иногда можно попробовать сделать так. То есть всегда можно сделать так, что у нас есть многочлен больше степени. Его можно представить как в таком виде. Вот у нас есть многочлен, какой-то там третий степень. И есть многочлен второй степень. Тогда всегда можно, да? Всегда можно этот многочлен третьей степень. Надо представить в таком виде. Как произведение, в котором многочленов второй степень. На какой-то многочлен первой степень. И x не будет в таком виде число там. Так. И плюс еще в какой-то многочлен, который называют остатком. Который будет в степени столько меньше, чем 2. Который будет меньше, чем 2. Который будет меньше, чем 2. Этот способ вызывается делением уголков. Мы хотим, как-нибудь умножить этот многочлен так, чтобы его старшая степень совпала со старшей степень этого многочленка. Конечно, его надо умножить на 1 3x. Берем уголку 3x. Умножим этот многочлен и получаем такую. x³ плюс 1 3x. Ну и все. На самом деле здесь достаточно поставить уголку 3x. Потом вычитаем из этого элемента. Причем верхний. Аx плюс b. Вот. Вот мы представили нашему гашкент. Вот тот, который он отдал. x³ плюс а x плюс b. Он равен вот чем? И еще плюс вот этот многочлен первой степень. Нас интересуют условия, когда r у этого многочлена и у этого многочлена есть общий корень. Но если у этого многочлена есть общий корень, у этого многочлена есть один и тот же корень, то и у этого многочлена будет тот же самый корень. Если в какой-то точке x этот многочлен обращается в боль и это обращается в боль, то этот же корень должен будетας корень мем многочлена. Так как мы пришли к новым задамам. Мы искали такое условие, когда эти два многочлена имеют общий корень. Оказывается, это условие эквивалентно вот чем. Они говорят о том, что вот этот многочлен и этот многочлен имеют общий количеств. Но это гораздо более простая задача. Мы оскажем strikes, когда многочлен третьей степени и 2-й степени имеют общее количество, это сложная задача. А условия, когда многочлен второй степени и 1-й степени имеют общий количеств. И это уже задача попроще. Почему оно? Потому что мы можем сделать и ровно то же самое. Мы берем этот многочлен, он уже в том числе и делим его уголком, а какая-то многочленная. Как это делим? Вы можете подумать, что означает делиться уголком многочленная, вот так же, как я делил. Когда мы его поднимем, то у нас остается уже многочлен еще меньше скитинга, а еще многочлен меньше скитинга. Это только константы. Это какая-то константа, которая зависит только от а и б. Получается, какой-то многочлен зависит только от а и б. Ну, не многочлен, а какая-то функция от а и б. И окажется, что у нас этот многочлен и этот многочлен имеют общий курьер тогда и только тогда, когда вот этот многочлен от икс имеет тот же самый курьер. Но этот многочлен от икс, но от икс вообще не зависит. Он имеет точку курьер, точку курьер. Просто когда это выражение от а и б, просто равно будет. Это выражение от а и б можно посчитать. Нет, давайте я оставлю это в качестве упражнения. Вот. Скоро я его напишу. Ну, называется скриминантом уравнение, в качестве уравнения. Мы имеем в виду вот это упражнение. И оно в точности выдаю круг курьер, которая разделяет две области пространства таких многочленов вот такого. Ну, давайте я включу в нечестный образ, сразу вам подскажу, как выглядеть это уравнение. Значит, вот давайте я напишу опять. Второе уравнение, 3х2 плюс а равно будет. Значит, это уравнение оно будет задавать какую-то кривую. В нашем космосе здесь. Как в данном направлении будет какая-то кривая. Эту кривую, конечно, можно задавать уравнение в качестве. Что какая-то функция b, i, a, b, a, b, a, b. А еще кривые можно задавать параметрически. Как, значит, что... Задать какой-то параметрический. И, значит, понятно, что такое параметрический. Есть, бывает, задание уравнение. Вот пишется, какая-то предошлия. А, b, вот множество тех точек, где она обращается, вот это задает, оно... Это уравнение того множества, которое нас привезут. А бывает так. Вот какой-то, например, параметр t, который прибегает прямую. И берет две функции, a, t и b, t. И тогда каждая точка t каждому числу будет соответствовать на каждой точке t, и точка t прорисует какую-то кривую. Давайте я вот таким образом, параметрическим, задам вашу ключ. Значит, ну, в качестве этого параметра слощасного t я возьму просто x. И тогда у нас получается такое уравнение. a выражается от x. a, x равно, чему оно там равняется? Чему равняется a? Ну, минус 3x квадрата. А после этого мы можем выразить b через x. b от x, чему равно b от x? b от x равно, переносим это в эту часть x квадрат, переносим это в эту часть, но при этом помним, что a это минус 3x квадрата, значит, будет минус x квадрата и плюс 3x квадрата, а, нет, x квадрата, здесь x квадрат плюс 3x квадрата, равняется 2x квадрата. Вот у нас получилась кривая на нашей плоскости, которая задана вот таким параметрическим вопросом. Значит, a равно вот этому, b равно вот этому. Ну, x равно 2x в кубе. Ну, что из этого? Вот из этого сразу видно, что такие две точки, они связаны некоторым условием. Значит, если мы возьмём a, x и поделим натрий, в каждом этапе на минусе и поделим, то получите x квадрат. И вот мы берём 3x квадрата на полоскости в шестой. А с этим можно сделать такую вещь. Вот это поделить на 2, поделить на 2, и возвести квадрату тоже полоскости в шестой. Значит, они должны быть равны. И так должно получиться для каждого значения x. Вот и получается, что уравнение вот такое, а на минус 3, в кубе равно b в квадрате. Ну, и давайте теперь я всё подрустил. Всё подрустил, и получается, а в кубе будет 27, плюс b квадрате на 3, 4, в кубе. Вот такое уравнение. Это довольно замечательное уравнение. Давайте посмотрим, как устроено это множество на плоскость. Ну, конечно, вот эти коэффициенты нам не очень приятны. Давайте немножко их подбивим. Давайте, например, скажем так, а в кубе равно а делить в квадрате. Ну, чё там? Так вот, растягивать по оси. Значит, а вот и кубе равно b в квадрате. Вот вы выделили такие координаты. Когда много в координатах. А, штрих, и б, штрих. Значит, у нас больше такое уравнение. Знаете такое уравнение? Не знаете такое? Наверняка вот это уравнение вы не знаете. Оно очень замечательно. Оно называется полкубической парадой. Кривая, знаете, вот бывает обычная парада нормальная, которая там, которую я тут рисовал. Бывает кубическая парада. Кубическая парада, вот это график функции 1 граммной циклы. Это вот такая, которая развлекает... Сейчас вот это такое. А вот эта штука называется полукубическая парада. Эта функция вообще не уравнение. Эта вообще не функция. Эта такая перебора. И вы видите, что она вот таким образом. Здесь вот у нее такой раскрытый клюв. И вот она ее разделяет. Нашу плоскость на две части. В одной из этих частей у нас будут сидеть тоже соответствующие многочлены. С тремя карнелями, где вы соответствующими многочленами садитесь. Ну давайте подумаем, где какие вы сидите. Вот в В-мете, например. Что у вас будет? Ну, в В-мете, простоты давайте вот. Достаточно взять любую точку, как вы думаете. Давайте поймем вот эту точку. Значит, это точка, в которой В вообще равно 0. Тут АВ равно 0. Так, сейчас давайте посмотрим, правда. Да, все правильно? Да. Значит. Да. Кстати, давайте заметим сразу, что вся эта тревая держит в области, где А отрицет. Правда? Потому что, если где-то А положить, то это число положить, но еще надо прибавить всю положительную квадрат, но никак не может получить. Конечно, у нас это же против сайта 0. Ну, вот, вот, смотри. Пусть у нас В равна 0, а А у нас положительная. Тогда что же у нас получается за функция? У нас получается Х в хуме плюс Х в какие-то положительные квадраты. Например, плюс Х. Ну, это сумма двух анатонных функций. Да? Х в хуме анатонная функция, она всюду растет. Вот здесь вот она сильно замедляет его, но сюда она будет немножко растет. По Х, но она просто не растущая функция. Сумма двух монотонных функций – это монотонная функция. Значит, у нас получается функция, которая всюду растет, конечно, у нее не может быть больше одного кубка. Значит, вот вся большая функция, она состоит из точек, которые соответствуют с негачалом, ровно с одним кубком. Возьмем какую-то точку, например, где В равна U, а А равна, например, минус 1. А еще лучше пусть она равна минус 3. Тогда у нас получится так. Х в хуме минус… нет, ладно, тут пусть минус 1. Х в хуме минус Х. Три кубка. Один кубок. Значит, в этой… В этой ровночке у нас находятся… Все кубки этой ровночки – это многочлены, которых ровно один кубок. А у фу. Здесь один кубок, здесь три кубка. Ну давайте еще немножко посмотрим, что у нас получается. Давайте зафиксируем какое-то значение А в последнем. Вот зафиксируем значение А и будем менять В. Тогда что? Понятно, да? Значит, вот взяли, например, такого бакашнета. Его график такой. Его полин в турне. Полин в 0,1, полин в 1. Вот так вот выглядит. Конечно, у него есть вот три кубка. Теперь пусть мы к этому… Значит, вот А равно… В данном случае к нему не сединиться. Вот так вот. Значит, теперь к нему начинаем добавлять В. Разные значения В. Останку начинаем увеличивать или уменьшать. Что у нас получается? Когда мы прибавляем какое-то значение В, то весь график настолько же съезжает вверх. Ну, если прибавляем отрицательное значение, то съезжает вверх. И вот, если мы небольшое число прибавили, то он немного съехал вверх. Но все еще у него три кубка. А если мы побольше прибавили… Значит, если мы попали куда-то сюда, то все равно он не утрекнул. А если мы побольше прибавили, то он съехал в сей на вверх. И он хотя и остался вот таким вот кривым, с такой загогой, но этот минимум, он все равно выше оси находится. И корень остался только один. Это значит, что мы попали уже куда-то сюда. Вот в этой области он хотя и остался вот такой вот кривой, а корень все-таки уже один был. Но это наоборот. Если мы вычли большое число, то график у нас получился вот такой. Опять только один корень. А что будет на границе? Вот у нас граница, вот эта пограничная крива, она состоит из двух таких ледвей, и еще из одной самой особой точки. Самая особая точка, когда аль-дэр кову равно 0. Это просто точка, когда у вас не то, чтобы водной, а дальше пройдет. Вот, поэтому что за точкой? Значит, ну давайте я буду просто внутри рисовать. Вот здесь вот такая точка. Здесь у нас, значит, вот эта точка, это вот такая. Значит, вот здесь у нас что-то происходит. Здесь у нас происходит вот такая точка. Максим почти дошел до нуля, но еще ближе. А вот на этой кривой как раз происходит, что вот этот максимум уже совсем дошел до нуля. То есть здесь у нас красный корень вот такой угол. И есть еще второй корень, справа от него. Вот эта вот такая. А вот в этой точке у нас там обороны. Что у нас? Вот такая вот кратный корень. И есть еще один корень. Значит, в этой точке максимум, в этой точке минимум. Есть в этом случае еще корень слева. Ну вот, значит, вот потом, когда мы отсюда идем в эту точку область, то эта заговорка размазывается, функция превращается в монотонную. И на самом деле там, ну можно еще сказать такую важную вещь, что вот здесь у нас такие функции, здесь у нас вот такие функции. И вот такие функции, здесь наоборот, здесь наоборот, здесь вот такие. Вот такие функции. Вот статейные функции, можно вот через такие ровности, значит, их некоторым путем и все время. Во время этой точки мы будем проходить множество таких многочленов, у которых все время ровно один кунг. Ну вот, вот такая корень. Значит, вот так вот наша плоскость разбилась. Главным образом, два больших куска. Ну и еще вот такая вот ограниченная кривая, которая является дискриминарной кривой. На ней лежат многочлены, у которых есть кратный кунг. Все понятно так, все ясно. Надо двигаться дальше.